Всем привет! Меня зовут Вероника и сегодня для вас я связала вот такие вот красивые, очень простые слитки. Вяжутся они совсем легко, а выглядят, смотрите, как красиво и эффектно. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. По составу здесь идет 51% акрила и 49% шерсти. Данную пряжу для обзора нам предоставил интернет-магазин пряжа.су. Для всех моих подписчиков данный интернет-магазин дарит скидки. Обязательно переходите в данный магазин, радуйте себя новыми покупками. Большой выбор пряжи, обязательно туда загляните. Все ссылки на пряжу, данный магазин и промокод, который вы должны указать для того, чтобы получить скидку, я оставлю под видео ниже в инфобоксе. И перед тем, как будем приступать к вывязыванию вот таких вот слитков, давайте разберемся с принципом их вязания, чтобы вы смогли связать на тот размер ноги, который необходим именно для вас. Смотрите, данные слитки вяжутся вот из такой вот заготовки. Изначально вывязывается подошва, затем вот эта вот часть, после этого делается шов по верхней части и обвязка белой нитью. Обвязку делаем крючком. Смотрите, здесь главное, чтобы попасть в размер, который необходим именно для вас, это вывязать подошву. Длина подошвы регулируется под размер ноги, который нужен для вас. Я свои слитки вяжу на размер ножки 37-38. И смотрите, я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует длина стопы в сантиметрах. И для 37-го размера соответствует длина стопы 23,5 сантиметра. Я буду ориентироваться на это значение. От этого значения, 23,5 сантиметра, я отнимаю 15% на растяжение, так как, смотрите, пряжа очень хорошо тянется. И это у меня должна получиться подошва примерно 20 сантиметров в длину. Но, смотрите, изначально идут в подошве прибавления петель, затем вывязывается обычным ровным полотном длина подошвы, и в самом конце делается убавление петель. Начинать вывязывать подошву я буду с 6 петель. Прибавки у меня составляют 2,5 сантиметра. Это же количество сантиметров мы отдаем на убавление петель. И останется связать обычным ровным полотном 15 сантиметров. И как раз-таки это значение у всех будет разное. Вяжите длину подошвы, ту, которая вам необходима, чтобы попасть в размер, который вы рассчитали именно для себя. Моя длина подошвы 20 сантиметров. И далее, после того, когда подошва вся вывязана, далее будем набирать петли по контуру нашей заготовки и вывязывать узором вот эту вот часть слитка. Раппорт узора составляет 4 петли. Плюс набирается 3 петли для асимметрии и 2 кромочные. Здесь у меня провязано 3 раппорта узора. Раппорт узора в высоту составляет 4 ряда. Но у всех будет здесь провязано также разное количество. Вот эта вот высота отвечает за то, какой высоты у вас будет ваш следок. Провязываем примерно до тех пор, пока вот эта вот общая ширина не получится примерно в 20 сантиметров. Если вы вяжете на меньший размер ноги, можете ориентироваться на цифру 19. Если на больший размер ноги, 20-21. У меня на мой размер 37, вот 20 сантиметров. Это идет оптимальное значение. После вывязывания мы закрываем петли, сшиваем и обвязываем крючком белой нитью. И на этом следки наши готовы. Как я уже сказала, вяжутся они не сложно, а выглядят очень красиво. Поэтому, если вам понравилась данная модель и вы ее хотите связать вместе со мной, берем обязательно пряжу, спицы. Спицы я использовала в данных следках 3,5 миллиметра. И приступаем к вязанию вместе со мной. В самом начале я набираю 6 петель. Обычным способом набора, с помощью длинного хвоста. И сейчас мы с вами приступаем к вывязыванию подошвы. Нулевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая на протяжении всего вязания. Далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей. Это мы только что с вами провязали нулевой установочный ряд. Переворачиваем вязание на лицевую сторону и приступаем к первому ряду. И начиная с первого ряда мы будем вместе с вами прибавлять петли к подошве. Первая кромочная петля снимается не провязывая. Далее подхватываю не петлю, а вот дужку, которая под петлей располагается. И провязываю лицевой. Таким образом мы с вами добавили в самом начале первую петлю. Далее петли провязываю лицевыми, не довязывая две петли до конца ряда. И в самом конце также мы добавляем вторую петлю. Под петлей подхватываю вот эту вот дужку и провязываю лицевой. Далее вот одна лицевая и кромочная. Последняя петля. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду. Смотрите, все четные ряды мы будем провязывать без добавления петель. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжем все петли, без исключения лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее под петлей спускаюсь, подхватываю вот эту вот дужку и добавляю петлю. Вот таким вот образом. Далее петли провязываю лицевыми, довязывая две петли до конца ряда. В самом конце, вот спускаюсь под петлю, подхватываю вот эту дужку и провязываю лицевой. Далее одна лицевая и кромочная петля. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная. И таким вот образом мы с вами будем добавлять петли. Получается пятый ряд дальше. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вот спускаюсь под петлю, подхватываю дужку и провязываю ее лицевой. Далее все петли провязываем лицевыми, не довязывая две петли. У нас осталось две петли. Также спускаюсь под петлю, подхватываю вот эту дужку и провязываю ее лицевой. Далее одна лицевая и кромочная. Шестой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Седьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Спускаюсь под петлю. Добавляю петлю на спицу. Провязываю все петли лицевыми. Не довязывая две петли до конца ряда. В конце остается две петли. Добавляем перед петлями петлю таким же образом, как и ранее. Далее одна лицевая и кромочная. Восьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все петли провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Все, смотрите, мы с вами провязали восемь рядов с добавлением петель. И у меня сейчас находится на спице 14 петель. Дальше добавлять петли я не буду. Вешаем на последнюю платочную дорожку маркер. Вот таким вот образом. Это для того, чтобы мы видели, где мы закончили делать наши прибавки. Так как в конце мы должны оставить точно такое же расстояние для убавления петель. Далее будем вязать обычным ровным полотном длину нашей подошвы. Получается, все петли провязываем как с лицевой, так и с изнаночной стороны постоянно лицевыми. Получается, где маркер, это наша лицевая сторона будет. Там, где нет маркера, получается, изнанка будет. Ряд с лицевой стороны. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все петли мы провязываем лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. И точно так же мы провязываем и все изнаночные ряды. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее все петли провязываю лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. Так, я буду дальше провязывать длину моей подошвы. Получается, всего в длину, по моим расчетам, подошва должна будет составить 20 сантиметров. Получается, сейчас я провязываю обычным ровным полотном нашу подошву, пока именно высота не будет вместе с прибавками 17 с половиной сантиметров. Вы провязываете вашу подошву до тех пор, чтобы осталось только убавить петли. И чтобы получить в итоге длину подошвы, которую вы рассчитали именно для себя. Так как длина подошвы отвечает за размер, который у вас получится в итоге. И я провязала длину моей подошвы. Если померить в сантиметрах, длина моей подошвы, как я рассчитала для своего размера ноги, составляет 17 с половиной сантиметров. Осталось провязать буквально два с половиной сантиметра, чтобы получить то значение, которое я рассчитала именно для своего размера ноги. Данные два с половиной сантиметра это мои убавки, вот они у меня. Вы провязываете вашу подошву до тех пор, чтобы вам осталось только убавить петли. Убавки будут составлять столько же, сколько и прибавки у вас составили. Первый ряд убавления петель. Убавлять петли мы также будем в каждом лицевом ряду по 2 петли, так же как и прибавляли. В изнаночных рядах убавки делать не будем. Получается первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, следующие 2 петли я провязываю вместе 1 лицевой за верхние стенки. Далее провязываю все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. Остается 3 петли на спице, первую и вторую петлю я провязываю вместе 1 лицевой и последняя кромочная петля. Таким образом мы будем убавлять петли в каждом лицевом ряду, либо в каждом нечетном ряду. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем ко второму ряду. Второй и все последующие четные ряды с изнаночной стороны, там где у нас нет маркера, провязываем просто все петли лицевыми, за исключением кромочных. Убавлять петли мы здесь не будем. Итак, чередуя лицевой и изнаночный ряд мы убавляем петли до того, пока у нас не останется на спице 6 петель. Давайте еще 2 ряда мы с вами провяжем вместе. Первую кромочную петлю я снимаю, следующие 2 петли я провязываю вместе 1 лицевой. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. В конце остается 3 петли. Первую и вторую петлю я провязываю вместе 1 лицевой и кромочная. Так мы вяжем все наши лицевые ряды. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля провязывается изнаночной. так мы с вами вяжем все наши изнаночные ряды получается так мы провязываем наши убавки чередуя лицовой и изнаночный ряд до того пока у нас на спице не останется 6 петель я убавила петли до того пока у меня на спице не осталось 6 петель все наша подошва готова сделали все убавки вывезли все длину наши подошвы давайте измерим сантиметров длина моей подошвы для моего размера ноги как я рассчитывала в самом начале составила 20 сантиметров у вас это ваше значение он далее мы с вами будем вывязывать основной узор наших следков и перед тем как начать мы должны поднять все петли по контуру подошвы смотрите для того чтобы понять сколько петель нам нужно будет поднять с одной стороны у нас уже есть 6 петель со второй стороны мы также поднимем 6 петель это где мы набирали петли а вот с этой стороны и вот с этой стороны у каждого будет поднята разное количество петель сейчас мы вместе с вами пересчитываем сколько у нас в подошве платочных дорожек соответственно столько и по краю у нас будет располагаться кромочных петель из каждой кромочной петли мы должны будем поднять одну петлю на спицу у меня в моей подошве располагается 33 платочные дорожки соответственно 33 петли я подниму с этой стороны 33 петли я подниму вот с этой стороны и по 6 петель с каждой из сторон теперь смотрим по количеству петель ложатся ли наши петли в наш узор раппорт узора который мы будем вязать дальше составляет 4 петли ширину плюс 3 петли для симметрии 2 кромочные если сложить получается 6 петель 6 33 и 33 петли это получается 78 петель 78 петель не ложатся в мой узор поэтому я не 78 подниму петель а 77 петель получается 77 петель минус 2 кромочные петли 75 петель минус 3 петли для симметрии это 72 петли и 72 петли хорошо делятся на 4 соответственно с одного края я подниму 6 петель с данного края также 6 петель вот с этой стороны 33 петли а вот с этой стороны нет 33 а только 32 вы таким же образом посмотрите сколько у вас в подошве будет набрано петель посчитайте ложатся ли ваши петли в данный узор если не ложатся тогда плюс-минус одну петлю добавляйте либо убавляйте смотрите вот это вот последнюю петлю которую мы с вами провязали распускаем и провязываем ее не изнаночной так как она уже у нас не кромочная а лицевой и сейчас вот с этой стороны сразу мы приступаем к набору петель дальнейшее полотно я буду провязывать на спицы на леске вот ввожу свою спицу за две дужки кромочной петли подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу первую петлю далее в следующую кромочную петлю ввела спицу подхватила рабочую нить вывожу вторую петлю дальше третья петля 4 5 6 и так далее сейчас я буду поднимать 33 петли по данному краю вы поднимаете столько петель сколько необходимо именно для вас из каждой кромочной петли мы поднимаем петлю на спицу 33 петли я подняла теперь вот с этого края поднимаем 6 петель если вам неудобно спицы можете воспользоваться крючком вот первая петля 2 6 петель по данному краю мы подняли теперь по вот этому краю я поднимаю не 33 петли как с этой стороны а только 32 петли можете вначале вот одну кромочную петлю пропустить и начать поднимать сразу со второй если вам нужно поднять на одну петлю меньше если вам нужно поднять на одну петлю больше тогда где-нибудь поднимайте из одной сразу 2 32 петли я подняла повод этому краю и осталось мне провязать вот эти вот 6 петель данные 6 петель я делю на две части 3 петли я перенесу на мою левую спицу а 3 петли на правую спицу чтобы нашел получался ровно посередине провязываем 3 петли 1 вот лицевая 2 и 3 петля у нас будет кромочная мы ее провязываем изнаночной осталось 3 петли и эти 3 петли не провязывая просто переносим на левую спицу вот просто перенесла не провязывая все мы с вами подняли все петли по контуру наши подошвы и у меня сейчас на спице располагается 77 петель и как я уже сказала 77 петель хорошо ложится в раппорт узора ширину переворачиваем вязание на изнаночную сторону вот здесь вот у нас будет изнанка сейчас где у нас находится маркер и сейчас изнаночной стороны мы провяжем 0 установочный ряд первую кромочную петлю я снимаю далее вяжем просто резиночку 11 но начинается мы будем с изнаночной петли изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и так далее провязываем все петли которые находятся на спице в конце провязываем изнаночная петля и кромочная последняя петля также провязывается постоянной изнаночной переворачиваем вязание на лицевую сторону приступаем к первому ряду раппорта узора 1 кромочную петлю я снимаю далее смотрите ввожу свою правую спицу между 3 и 4 петлей подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу длинную петлю на уровне нашего вязания далее провязываем 1 лицевая теперь длинную петлю подхватываю левой спицей и набрасываем на нашу провязанную лицевую петлю и спускаю дальше по рисунку изнаночная лицевая изнаночная данные 4 петли составляют раппорт ширину повторяем ввожу свою правую спицу между 3 и 4 петлей подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу длинную петлю далее по рисунку провязываем 1 лицевая подхватываю левой спицей вот эту вытянутую длинную петлю и набрасываем на только что провязанную лицевую вот таким вот образом далее по рисунку изнаночная лицевая и изнаночная ввожу свою правую спицу между 3 4 петлей подхватываю рабочую нить вывожу на спицу длинную петлю далее провязываю лицевую следующую петлю левой спицы подхватываю вытянутую длинную петлю набрасываю на лицевую и спускаю далее по рисунку изнаночная лицевая изнаночная и вот таким вот образом мы будем провязывать полностью первый ряд раппорта нашего узора давайте еще раз провяжем вместе ввожу свою правую спицу между 3 4 петлей подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу длинную вытянутую петлю далее 1 лицевая левой спицы подхватываю вытянутую длинную петлю и набрасываю на лицевую спускаю далее по рисунку изнаночная лицевая и изнаночная петля так повторяя данный раппорт узора из четырех петель мы привязываем все наши петли которые находятся на спице я провязала вот все наши петли в конце остается 4 петли также ввожу свою правую спицу между 3 и 4 петлей подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу длинную петлю далее лицевая петля подхватываю левой спицы вытянутую петлю набрасываю на лицевую и спускаю дальше изнаночная лицевая последняя кромочная петля провязывается изнаночной петлей все мы с вами закончили провязывать первый ряд с лицевой стороны переворачиваем вязание на изнаночную сторону и приступаем уже ко второму ряду первую кромочную петлю я снимаю и далее просто провязываем нашу резинку один на один 1 изнаночная 2 лицевая 1 изнаночная 2 лицевая 1 изнаночная 2 лицевая и так далее провязываем все петли чередуя лицевую и изнаночную петлю до самого конца смотрите в конце последняя кромочная петля провязывается постоянно изнаночной встретимся в начале 3 ряда 3 терят смотрите третий ряд у нас похож на первый ряд только будем располагать вот эти вот протяжки в шахматном порядке первую кромочную петлю я снимаю далее провязываем 1 лицевая петля 2 изнаночная это наши будут петли симметрии далее начинается раппорт узора вожу свою правую спицу между 3 4 петлей подхватываю рабочую нить вывожу на спицу длинную петлю далее 1 лицевая левой спицы подхватываю длинную вытянутую петлю набрасываю на лицевую и спускаю дальше по рисунку изнаночная лицевая и изнаночная петля данные 4 петли составляют раппорт в ширину повторяем ввожу свою правую спицу между 3 4 петлей подхватываю рабочую нить вывожу на спицу длинную петлю далее 1 лицевая набрасываю длинную петлю на лицевую и далее привязываем по рисунку изнаночная лицевая и изнаночная петля еще раз ввожу свою правую спицу между 3 4 петлей подхватываю рабочую нить вывожу на спицу длинную петлю далее 1 лицевая набрасываю длинную петлю на лицевую и спускаю далее по рисунку изнаночная петля лицевая и изнаночная и так повторяя данные 4 петли мы провязываем дальше весь наш третий ряд в конце третьего ряда я провязала вот полностью раппорт узора из 4 петель и на спице осталось две петли провязываем 1 лицевая петля и последняя кромочная закончили провязывать третий ряд раппорта узора переворачиваем наше вязание на изнаночную сторону и сейчас вместе с вами мы с вами свяжем четвертый ряд смотрите 4 ряд у нас будет точно такой же как и 2 первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжем резинку 11 1 изнаночная 2 лицевая 1 изнаночная 2 лицевая и так далее чередуя лицевую и изнаночную петлю мы провязываем полностью весь четвертый ряд точно так же как и второй мы с вами провязали раппорт узора из четырех рядов вот таким вот образом наш один раппорт узора выглядит далее самостоятельно я провяжу еще два раппорта узора всего у меня будет провязано 3 раппорта узора но вы здесь также ориентируйтесь больше не на количество провязанных раппортов узора а на количество сантиметров смотрите после того когда я провяжу самостоятельно и еще два раппорта узора вот это вот ширина моей заготовки должна будет получиться 20 сантиметров если у вас побольше размер ноги тогда провязываете 21 либо 22 сантиметра если у вас совсем маленький размер ноги тогда примерно 19 сантиметров провязываете именно вот ширина нашей заготовки я буду для моего размера ноги 37 38 провязывать пока вот это вот ширина моей заготовки не получится в 20 сантиметров соответственно после того когда я провяжу 2 раппорта узора это соответственно 8 рядов я подключусь и покажу сколько это у меня получилось в сантиметрах я вывязала самостоятельно 2 раппорта и узора и вот таким вот образом на данный момент выглядит моя заготовочка здесь всего у меня провязано 3 раппорта узора первый раппорт мы с вами вместе провязали два следующих раппорта я провязала самостоятельно один раппорт узора это 4 ряда и смотрите вот таким вот образом меряем нашу заготовку и она у меня составляет 20 сантиметров если для вас данных 3 раппорта узора недостаточно чтобы получить 20 сантиметров тогда можете еще связать пол раппорта если много тогда можно половину раппорта распустить так как мы вяжем из разной пряжи и у нас плотность вязания у всех разная ориентируйтесь больше на количество сантиметров они на вырезанные ряды мне данных вот три раппорта достаточно теперь я буду закрывать петли смотрите каким образом провязываю по 2 петли вместе вот ввожу спицу сразу в 2 петли и провязываю 2 вместе 1 лицевой петлю возвращаю 2 вместе 1 лицевой петлю возвращаю 2 вместе 1 лицевой смотрите чтоб вот этот край был не сильно стянут эластичен и ваша ножка чтобы проходила отлично в данное отверстие следков 2 провязываем вместе петли и возвращаю 2 петли провязываю вместе 1 лицевой и возвращаю так мы будем дальше провязывать все наши петли до самого конца и у нас должно на спице остаться одна вот такая вот открытая петля я закрыла все петли вот таким вот образом это все выглядит осталась одна открытая петля далее рабочую нить обрезаем только с тем расчетом что этой нитью мы будем сшивать весь наш верхний шов поэтому обрезайте ее по длине и далее продеваем в эту открытую петлю нить и затягиваем все петли все закрыты вот такая вот заготовочка у нас с вами получилось далее вот в этот кончик от нити вводим иглу широким ушком далее смотреться нам нужно рабочую нить провести через кромочные петли вот в серединку так как начинает сшивать мы именно будем середины сквозь все кромочные петли вот таким вот образом и теперь когда нить находится в середине мы с вами приступаем к сшитью сшивать вот этот вот шов я буду по кромочным петлям ввожу свою иголочку в первую кромочную петлю вывожу через следующую кромочную петлю вводим ее справа налево с одной стороны и таким же образом со второй стороны справа налево теперь вводим свою иголочку в предыдущую кромочную петлю из которой прошлый раз мы вынимали иглу вывожу через следующую с одной стороны и точно также со второй стороны ввожу свою иголочку в предыдущую кромочную петлю из которой прошлый раз мы вынимали иглу вывожу через следующую с одной и со второй стороны и таким вот образом мы сшиваем полностью вот этот вот весь шов смотрите шов мы сшили теперь мы ниточку подтянем и под соберем его вот таким вот образом но чтобы этот шов не получился ни в коем случае у вас в гармошечку вот так вот и теперь мы приступаем к сшитью вот этого верхнего шва этот шов мы будем сшивать немножко по-другому ввожу свою иголочку за дужки петель которые располагаются сразу за кромочной косичкой вот они дужки петель которые располагаются сразу за кромочной косичкой с одной стороны и со второй стороны обязательно вводим иголочку справа налево с одной стороны получается не за кромочную косичку одушки петель которые сразу за кромочной косичкой и со второй стороны с одной стороны и со второй стороны и вот таким вот образом мы будем сшивать вот этот вот верхний шов смотрите на какое расстояние нам нужно сшить вот этот верхний шов примеряем данную заготовку на ногу ориентируемся по своей ножке сшиваем до тех пор пока вам будет комфортно либо если у вас нет возможности примерить следок на ногу тогда отмеряйте примерно 11 сантиметров вот здесь вот можете под колоть чем-нибудь и получается вот это вот расстояние вам нужно будет сшить встретимся когда шов полностью будет сшит смотрите я сшила полностью весь шов а так вот все красиво аккуратно у нас выглядит далее обязательно шов разровняем чтобы ничего не стягивало наше полотно нить вот эту вот с иглой выводим на изнаночную сторону обязательно по изнанке все кончики закрепим и обрежем и нам с вами останется только обвязать вот здесь вот по краю белой нитью следок но если вам не нужна обвязка и вам нравится следки уже в таком виде можете этого не делать но я рекомендую сделать обвязку данный край будет более стабильный никуда ничего растягиваться не будет и примерно на пол сантиметра ваши следки именно вот в этой части будут выше для обвязки берем нить белого цвета и крючок примерно три с половиной миллиметра начинать обвязывать я буду вот здесь вот задней части где у нас вот пяточка ровненько по серединке ввожу свой крючок за две дужки кромочной петли подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу первую петлю кончик вложим вовнутрь далее мы его просто спрячем делаем воздушную петлю подъема в начале и теперь начинаем обвязывать наш следок столбиками без накида ввожу свой крючок следующую кромочную петлю за две дужки подхватываю рабочую нить и вывожу на спицу вторую петлю и теперь эти две петли просто соединяю ввожу свой крючок в следующую кромочную петлю за две дужки подхватываю рабочую нить и теперь эти две петли просто соединяю ввожу свой крючок за две дужки кромочной петли подхватываю рабочую нить и теперь эти две петли соединяю вот таким вот образом столбиком без накида обвязываем полностью по кругу весь наш следок до вот этого вот места где мы с вами начинали делать обвязку ввожу свой крючок за две дужки кромочной петли подхватываю рабочую нить две петли соединяем вожу свой крючок за две дужки кромочные петли подхватываю рабочую нить 2 петли соединяю дальше от визите ваш следок самостоятельно я обвязала полностью по весь мой следок вот так вот это все красиво и аккуратно выглядит дошла до вот этого места где мы с вами начинали делать обвязку далее ввожу свой крючок в первую белую петлю подхватываю рабочую нить вывожу на спицу петлю и теперь вот эту первую петлю продеваю через вторую и спускаю таким образом мы соединили наше вязание в круг и далее я еще для красоты сделаю второй круг обвязки 0 чем шагом в обратную сторону против часовой стрелки ввожу свой крючок вот таким вот образом подхватываю рабочую нить 2 петли соединяю ввожу свой крючок следующую кромочную петлю подхватываю рабочую нить две петли соединяю следующую кромочную петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить 2 петли соединяю следующую кромочную петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить 2 петли соединяю следующую кромочную петлю ввожу крючок подхватываю рабочую нить 2 петли соединяю и вот такой вот край красивый ровный аккуратный очень красивый у нас получается обязывайте дальше таким же образом полностью по кругу весь наш край до вот этого вот места я обвязала полностью по кругу второй круг обвязки дошла до вот этого места где мы с вами начинали второй круг делать теперь ввожу свой крючок вот в первую петлю 2 круга подхватываю рабочую нить продевая ее сразу через две петли вот таким вот образом далее рабочую нить мы обрезаем и вывожу ее просто вот так вот теперь с помощью крючка мы эту нить выводим наизнанку закрепим кончик по изнанке и слитки наши готовы и после того когда вы спрятали все кончики сделали обвязку крючком вот такой вот результат у нас с вами получается слитки очень красивые нарядные вяжется очень легко а выглядит смотрите как красиво а самое главное что данная модель слитков очень удобно и если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подписывайтесь а мы с вами встретимся в новых мастер-классах всех с наступающим новым годом всем пока пока